В станице Анастасиевской прошел чемпионат Краснодарского края по гиревому спорту. За звание сильнейших боролись спортсмены из восьми районов Кубани. Кто же стал победителем, смотрите в следующем материале выпуска. Этого чемпионата края гиревики ждали очень долго. Почти год из-за пандемии не проводились соревнования. Однако это не помешало кубанским спортсменам усиленно тренироваться и на первых всероссийских стартах продемонстрировать прекрасные результаты. Прошел год, как последний раз мы встречались на данной соревновании, на первую очередь чемпионате Прихорейска, Прихорейска. Этот год был тяжелый, но тем не менее все занимались. И буквально недавно мы приехали с первенства России, в городе Монск, и в городе Монске, в городе Монске, в городе Монске. Я считаю, что это очень хороший результат. Я хочу пожелать сегодня успехов, чтобы каждый день, как минимум, шаг вперед. Чтобы вы поняли, что вы не зря готовились все это время. В чемпионате края по гиревому спорту приняли участие спортсмены из восьми районов Кубани. Николай Остапенко приехал из Усть-Лобинска. Я сегодня ожидаю сделать третий взрослый разряд на 24-ках. Готовился я к соревнованиям очень серьезно, потому что это первое соревнование за этот год. Гиревой спорт относится к силовой гимнастике. На то, насколько успешно выступит спортсмен, влияет не только физическая форма, но и правильно подготовленная гиря. Перед началом соревнований ручку тщательно шлифуют и обрабатывают, чтобы она не скользила и не натирала ладонь. А спортсмен мог полностью сосредоточиться на выполнении упражнения. Чемпионат проходил как в личном зачете, так и в командном. Мужчины участвовали в длинном цикле и эстафете, а женщины только в длинном цикле. Кстати, девушек, занимающихся таким силовым видом спорта, было достаточно много. Одна из них – воспитанница спортивной школы Станицы Анастасийской Евгения Дубровина. Мне просто нравятся тяжелые виды спорта. Я с детства занимаюсь чем-то таким тяжелым. Занимаюсь я уже довольно давно, занимаюсь я уже 5 лет. У меня первый взрослый разряд по гиревому. Часто выступала на соревнованиях на краевых. Выигрывала. Настрой просто прекрасный. Надеюсь, что сегодня я выиграю, возьму первое место. Толчок гирь по длинному циклу считается наиболее тяжелым упражнением в плане физических нагрузок, испытываемых спортсменом, а также в плане технической составляющей выполнения упражнения. Началом выполнения упражнения является заброс гирь из положения виса внизу на грудь. Далее осуществляется выталкивание гирь вверх над головой с последующей фиксацией и дальнейшим опусканием по траектории грудь в положение виса внизу. Это и есть один цикл выполнения упражнения. Цель спортсмена – сделать наибольшее количество циклов в течение контрольных 10 минут. Результат 30 подъемов по длинному циклу, гирями 32 килограмма. Результатом доволен, но выкладывался не до конца. Сегодня едем, смотрим на соревнования, сегодня была прикидка. Сегодня не было задачи показать максимальный результат. Была просто задача прикинуться. Славянские гиревики выкладывались по полной. Результат не заставил себя ждать. Сборная команда Славянского района заняла первое место в длинном цикле и первое место в эстафете. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова